За выбором жилья в Новосибирске дело тоже не станет. Несмотря на сложности в экономике, наши строители рапортуют о превышении плановых показателей. Почти 500 тысяч квадратов жилья сдано только за первые два месяца этого года. Причем активно возводятся не только высотки, но и малоэтажные дома. Почему кризис строителям не помеха? Мы поговорили с председателем делового клуба строителей Новосибирской области Маисом Мамедовым. Здравствуйте, Маис Пирвердевич. Спасибо, что пришли к нам в студию. Ну а начать наш разговор я предлагаю с важного события для нашего региона, к которому вы лично имеете непосредственное отношение. Буквально на днях в Новосибирске открыли новый современный завод по производству строиматериалов. Вот, казалось бы, кризис кругом, а у нас открывают новый завод. За счет чего удалось внедрить такой проект? На самом деле получается так, что мы действуем вопреки. Вот мы, когда начали этот завод, завод, ну я скажу, что без всякого мирового уровня, не вовремя кризиса, ну и мы попали в такой экономической нестабильность, но и завод издан очень успешно, и я надеюсь, что этот завод как раз нам позволит решить в какой-то степени жилищные проблемы. Поэтому мы действуем всегда, получается, вопреки. Не благодаря чему-то вопреки, вот и завод мы открыли. Это инвест-проект? Абсолютно точно. И здесь уникальный проект. Уникальность заключается в том, что здесь участвовало 4 государства. Это Россия, и это Германия, это Австрия, и это Италия. Вот, и я хотел бы сказать, что впервые мы очень много применяли российские производители, привлекли, чтобы они поставляли свои оборудования, которые нам позволяют, действительно, что постепенно, модное слово импортозамещение, постепенно перейти на невестных производителей. Это нам тоже удалось, и то, что завод получился уникальный, ну это абсолютно точно, это один момент. И второй момент, конечно, я бы хотел поблагодарить губернатора, потому что здесь, во-первых, он лично курировал этот проект, и, во-вторых, чтобы мы получили хорошую государственную поддержку. Почему именно вот это направление, крупнопанельное домостроение? Понимаете, у нас как бы жилищные проблемы, вот если посмотреть опрос, ну разные, как бы в любом случае больше 50% нуждается в улучшении жилищных проблем. И поэтому вот как бы этот завод нам позволит очень быстро возводить дома, и причем, что-то европейское качество. 25-этажные дома можно построить за два месяца. Вот это нам позволит, действительно, решить жилищные проблемы. И себестоимость, во-первых, и действительно доступность. Вот как раз вот такие программы позволят нам, чтобы сделать там доступно и быстрее построить. В нашем регионе, вот я смотрю цифры, ставить очень амбициозную задачу, учитывая вот как раз сегодняшние сложности, сдать более 2 миллионов квадратных метров жилья. Вообще это реальная задача? Абсолютно реальная задача. Во-первых, мы один из лидеров в России, действительно, мы должны с этим гордиться. Это последние несколько лет Новосибирск, Новосибирск, Новосибирск области, что мы один из лидеров по сдаче жилья. Сегодня у нас запас прощенности настолько велика, и это нам позволит. И второй, вот появлением таких заводов, а это просто, я уверен, что эта задача будет выполняться без всякого, учитывая то, что это направление курирует непосредственно губернатор, он более там заинтересован. И второй, и мы получаем, как и все строительные сообщества, государственную поддержку. Вот знаете, что вы знаете, ипотеку же сделали там 12%, и еще там какие-то банки начинают 11,5%. Я уверен, что это пойдет еще вниз, и эта задача будет даже, это не амбициозная задача, это просто нормальная задача. Я знаю, что эти в том числе вопросы вы обсуждали с министром строительства и ЖКХ России, Михаилом Менем, который присутствовал на открытии завода. Как вообще сегодня государство еще может помочь в строительной сфере? Ну, на самом деле, государство это понимает, государство это понимает, что без государственной поддержки в общем-то не обойтись. И если взять зарубежных аналог, они берут кредит, ну, в лучшем случае там 2%. А если наши там производители берут кредит, там 20%, ну, когда говорит о конкурентоспособности, что это российские предприятия и зарубежных, просто там даже нельзя в общем-то говорить об этом по той простой причине, что разница в общем-то несколько раз, да. Вот, это как по один момент. И второй момент, что действительно сегодня, если мы говорим о строительной отрасли, и перед министром, что мы поставили не просьбу и предложение, чтобы создавать строительный банк. Исключительно это должно заниматься строительным направлением. И он, в общем-то, нас поддержал. Про импортозамещение уже как бы упоминали и говорили про это. Но понятно, что все равно одним заводом, даже современным, всех проблем программы импортозамещения не решить, да. Какие-то планы на будущее у нас еще будут открываться новые заводы? Ну, на самом деле, в общем-то, как бы, конечно, новый завод будет открываться. И, к великому сожалению, к великому сожалению, что мы очень сильно отстаем от зарубежных аналогов. Когда мы говорим, это модное суровое импортозамещение, это капли в море. Непосредственно в Новосибирске наши ученые, которые славятся на весь мир, они какие-то разработки ведут в этой сфере? Ну, на самом деле, они разработки ведут, они ведут, в общем-то, у них тоже, в общем, нехватка там. Для того, чтобы разработка довести до логичного конца, вот, и им же тоже там потребуется огромное вложение. Вот, я даже как-то пошутил. Я говорил, что или нашим ученым не надо давать ни одного рубля, или надо давать столько денег, столько, они могли бы, в общем-то, тогда показать нам продукции. А как же наш технопарк? Для чего тогда создан наш технопарк? Это, на самом деле, это вот хорошее там, это, кстати говоря, в ШМД полностью поддерживает технопарк, полностью поддерживает ПЛП, полностью поддерживает те проекты, которые есть, и за рубежом они всегда действуют. Но, опять же, мы говорим технопарк, что им же тоже надо вложение. Мы же должны сегодня составить инвестиционную привлекательность нашего региона. В сравнении с другими регионами наш регион очень инвестиционно привлекательный. У нас должны стоять вообще инвесторы в очередь. Знаете, что инвестор, деньги идут туда, где есть благополучие. Деньги идут туда, где бизнесмен могут зарабатывать. Деньги идут туда, где есть прибыль. Вот, поэтому, когда мы говорим технопарк, что мы не так-то много выкладываем. Мы выкладываем, что, можно говорить, что там, как бы, вот миллиард. Что такое миллиард? Если взять, опять же, зарубежных аналогов, они выкладывают миллиардами евро, да, мы говорим, несколько миллиардов рублей. Это десятка, 20, там, 30 раз, в общем, там, больше они вкладывают и получают они такой продукции. Поэтому, я думаю, технопарк один из тех направлений на будущее нам позволит, там, действительно, что, как бы, ситуации, как бы, ну, сломать лучшую сторону.